Как я страшный любитель осени Вот Я купила себе тапки С осенними листьями С осенними листьями купила тапки Малой тоже говорит, скоро осень, ты же осень Так любишь Теперь у меня дома красуется В коридорчике Возле кроватушки и на моих ножках Тапочки с осенними листиками Обожаю осень, вот честно, это мое Любимое время года Я уже рассказывала, что осень для меня это Animal Jazz Осень для меня это Горячий шоколад Осень для меня это Кофе на подоконнике Осень для меня это какао по вечерам Вместе под пледом Осень для меня это шарлотка Осень для меня это даже ди Это сухая желтая листва Осень для меня это книги в одиночестве Осень для меня это подумать над жизнью помыслить о чем-то, размыслить. Гораз уже об этом говорила, что осень — это словно какая-то пора перезагрузки. Осень — это пора размышлений над тем, в ту ли сторону ты идешь, правильно ли ты поступаешь. Осень — это пора побыть одной. Отказаться немножко от своих, от тех людей, с которыми ты постоянно общаешься, от всей этой суеты. Не на всю осень, конечно, но тем не менее, дабы перезагрузиться и подумать. Осень — это пора размышлений, золотая пора.